добрый день приветствую вас на своем канале записки судоводителя и как я уже обещал на своем instagram канале я открываю еще одну рубрику эта рубрика посвящена грузовым операциям что же здесь будет здесь будут все грузовые операции судов газовозов и подготовка к этим операциям с момента передачи судна судовладельцу такие как продукт амертизация газенкап до первого дока до подготовки судных долг это такие операции как опять же продувка продувка уже был свежим воздухом для входа в грузовые танки и так далее ну естественно грузовые операции такие как захолаживание смешивание грузов подготовка к погрузке выпаривание и так далее так что надеюсь будет интересно и начнем мы первую нашу наше видео с ознакомления с конструкции судна так что здесь может быть опытным помощником офицером будет не очень интересно но эта информация очень полезна для неопытных людей и люди людей которые первый раз оказались на или окажутся на судах газовоза так что начнем мы с конструкции танков знакомство наши с грузовыми грузовое устройство и судов газовозов мы начнем с знакомством с устройством грузовых танков согласно требованиям и мы все грузовые танки делятся на 5 типов это встроенный мембранные полумембранные независимые танки типов abc и танки с внутренней изоляцией так как на современных судов используются только мембранные и независимые танки типов abc о других типов танков таких как внутренней изоляции полумембранные и встроенные мы разговаривать не будем и так начнем что же такое мембранные танки мембранные танки это не самонесущие танки которые передают нагрузку от груза непосредственно на корпус судна если говорить коротко то мембранные танки состоят из естественной мембраны это тонкий слой высокоаллигированной стали так называемый инвар я его сейчас и брожу фиолетовым цветом на рисунке этот тонкий слой стали кладется на первичную изоляцию я его изображу красным цветом затем после первичная изоляция кладется на точно такой же либо аналогичный слой второй вторичной мембраны я его изображу черным цветом и и последним желтым цветом изображена вторичная изоляция которая уже непосредственно крепится к корпусу судна в данном случае к перегородкам смежные с перегородками балластных танков я изображу эту перегородку синим цветом вот как это делается более подробно я расскажу потом сейчас нам надо понять принцип основной принцип конструкции танков так двигаемся дальше независимые танки делятся на три типа независимые танки типа а тип танки типа b и танки типа c как я уже сказал раньше я немножко сформулирую неправильно требования к этим танкам но это будет более понятно для понимания так как темы которые затрагиваем сейчас они в основном предназначены еще для неопытных помощников инженеров и других членов экипажа и так танки типа а мы для того чтобы понять что это такое следует читать что это менее безопасный тип танков и так как эти танки менее безопасные для них необходим вторичный барьер танки типа b считаются более безопасными чем танки типа a и поэтому полный вторичный барьер для этих танков не требуется для них достаточно только частичного вторичного барьера и танки типа c это танки самый безопасный тип танков для которых вообще вторичный барьер не требуется! Разговор про независимые танки я бы хотел начать с танков типа С Вот у меня есть очень наглядный рисунок И будет в дальнейшем уже все понятно с другими типами танка Что такое танк типа С? Это два, в данном случае это два цилиндрических танка Имеющий между собой общую продольную переборку Эти танки изготовлены с околигированной стали И имеют очень достаточно толстые стенки Для того чтобы сопротивляться большим нагрузкам и большому давлению Танки обшиты сверху слоем изоляции В верхней части имеют так называемые дома Они здесь выделены зеленым цветом Куда выведены все трубопроводы В боковых частях и в нижних частях Есть подушки Которыми танки крепятся к корпусу судна Вот я их обладу красным цветом Если это вот в профиле ниже картинка То они примерно выглядят вот так вот Если это боковые подушки И внизу вот так вот Если это нижние подушки Танки вставляются внутрь корпуса судна В так называемый трюма То есть что такое трюма В данном случае это пространство судна Образованное жестким корпусом и балластными танками То есть балластные танки на современных газовозах Выглядят примерно вот как я рисую Вот То есть это балластные танки И Балластные танки И Переборки балластных танков Являются смежными переборками трюмов Где у нас вставлены грузовые танки В трюмах есть места Которые Специально сконструированы Чтобы делать упоры Для вот этих вот подушек Выглядят они примерно вот так вот Внизу подушки вставляются В специальные поддоны Вот я их рисую Чтобы танк Свободно двигался Но Имел определенную степень свободы То есть он может двигаться в пределах подушек Влево, вправо, вперед, назад И верхние упоры Не позволяют ему двигаться вверх При качке То есть он из своих Мест крепления Никак не выскочит Вперед, назад, влево, вправо Танк может двигаться свободно Это необходимо Для того, чтобы Нагрузки Которые возникают При нагреве и охлаждении танка Не передавались На корпус судна Также танк Вот я сейчас нарисую Если это смотреть в профиль Имеет продольную переборку Чтобы из левого и вправого Из левой и вправой Часть не перетекал груз И обратно Что еще Какие же плюсы Этого типа танков Так как танк Типа С Мы уже говорили Он не требует Вторичного барьера Это экономия конструкции Также Если есть продольные переборки То у нас нет никаких проблем С метацентрической высотой Вот И в дальнейшем Эти танки Очень простые В плане грузовых операций Вот что я хотел сказать О танках типа С Двигаемся дальше А теперь поговорим О танках типа А Сразу надо сделать Небольшое пояснение Как только мы начинаем Говорить о танках Типа А и типа Б Появляется у нас такое понятие Как вторичный барьер Что же такое вторичный барьер Это специальное пространство Оно находится между Корпусом судна И жестким корпусом судна И грузовым танком И предназначено для того Чтобы в случае Какой-то протечки Из основных грузовых танков Холодный груз Никак не повредил Нам жесткий корпус То есть Это специальное пространство Предназначено Для хранения груза Если у нас Какая-то аварийная ситуация В течение 15 дней И в данном видео Вы видите Что Вторичный барьер Это вот это вот Желтое пространство Я его сейчас буду Выделять фиолетовым цветом Между Стенками Баласного танка И Нашим танком Вот я сейчас Выделяю Вот это вот И есть Наш вторичный Барьер Вот То есть Он препятствует тому Что если вдруг Даже холодный Груз нам попадает В Корпус Выходит Из основного Танка То он Никак не Соприкасается С Жестким корпусом Судна Итак Танки типа А Что же такое Танки типа А Танки типа А В принципе Схожи По Конструкции Это точно так же Это отдельный Независимый Танк Который Вставляется Внутрь Корпуса Судна Точно Он В принципе Выглядит Как танк Типа С О которыми Говорил Раньше Но Имеет Призматическую Форму Какие Это нам Дает Плюсы Это нам Дает Первый Плюс В том Что мы Можем Заполнить По объему Больше Полезного Пространства В Нашем Холд Спейс В нашем Трюме Но Есть Определенные Минусы И так Поподробнее Это Призматический Танк Который Крепится К Корпусу Судна Так же Как танк Типа С Это с помощью Подушек Вот тут Они наглядно Нам Показаны На этом Рисунком Я вот Сейчас Вот их Обведу Это Подушки Которые Предотвращают Выскакивание Танка Из Своих Мест В нижней Части Судна И Вот эти Нижние Подушки На которых Собственно И держится Танк Внизу То есть Точно так же Как танк Типа С Жесткой Связи С Внутренним Набором Судна Он не Имеет Он может Двигаться Влево Вправо Вперед Назад Достаточно Свободно Чтобы Компенсировать Свои Температурные Расширения То ли Это Охлаждение То ли Это Нагревание Груза И эти Нагрузки Не будут Передаваться На жесткий Корпус Судна Снаружи Танк Имеет Слой Изоляции Также Танк Имеет Поперечные И Продольные Переборки Что Обеспечивает Нам То Что У нас Не будет Никаких Проблем С Остойчивостью Судна И Как я уже Сказал Данная Форма Танка Позволяет Нам Максимально Использовать Грузовместимость Судна Вот Это В основном Танки Используются На судах Рефрижераторного Типа При перевозке Груза При Атмосферном Давлении То Есть При Температуре Кипения Груза Это Фуллер Реф Суда И Давление В Танках Рабочее Давление В танках Не Больше 0.45 Бар И Последнее Это Танки Типа Б Аналогично Танку А и Танку С Это Отдельный Танк Который Вставляется Внутрь Корпуса Судна Но Есть Кардинальные Отличия Первое Он Жестко Крепится К Корпусу Судна Так Называемой Юбкой Вот Я ее Сейчас Обвожу Фиолетовым Цветом Это Юбка Она Предназначена Для Жесткого Крепления Танка К Корпусу Судна Она Идет По Всему Периметру Танка И Крепит Его Жестко Корпусу Изоляция От Низких Температур Обеспечивается Специальным Поясом Так Называемый Термол Брейк Вот Я его Сейчас Обвожу Это Специальный Пояс Выполнен Из Нержавеющей Стали И Он Не Позволяет Низким Температурам Перейти На Жесткий Корпус Судна Это Сферические Танки Они Изготавливаются Из двух Половин И Соединяются Вместе Перед тем Как Установить На Судно Также Перед Установкой На Судно Они Обшиваются Двумя Слоями Изоляции И Внизу Танка Устанавливается Так Называемый Секондарь Барьера Которым Я Говорил Он Имеет Здесь Он Нарисован Он Примерно Выглядит Вот Так Вот То есть Он Устанавливается В виде Большого Поддона И Предназначен Некоторое Время Для Хранения Груза Который Вытек Из Танка По Какой Либо Причине Вот Плюсы Этого Танка Он Не Требует Полного Барьера И Давление В этом Танке Может Быть До 0,7 Баров Основной Минус Этого Типа Танков Что За Исключением Танков Типа А У него Так же Как и в Танках Типа С Есть Большие Свободные Места Которые Не Заняты Под Грузовую Систем Это Вот Эти Места Вот Которые У нас Под Грузовую Систем Не Используется То есть Это Свободное Место Которое Мы К сожалению Это было Все О чем Я Успел Рассказать За Столь Короткое Время Информации Конечно Очень Много Будет Очень Много Видей На Эту Тему Так Что Подписывайтесь На Мой Канал И Как Я Прошу Вас Во всех Своих Предыдущих Видео Ставьте Отставляйте Комментарии Своей Должностью И Типов Судов На Которых Вы Находитесь Или Работаете Спасибо За Внимание До Скорых Встреч Субтитры